Так, предыдущий блог закончился на том, что у меня закончилось место на телефоне, а сегодня я приехала снова в университет, потому что здесь проходит какой-то праздник туризма. Интересно, что здесь будет. Я уже бегу, потому что опять опаздываю, не могу никак понять описание этих поездов в метро. Вроде пока все началось, у нас там какие-то места, у нас выделенные есть. Хотя нет, может тут началось, предусмотреть. Праздник проходил возле здания библиотеки, нам были выделены специальные места, на которых нас дали подарки. Это были шоперы, наполнение покажу позже. Солнце светило очень ярко в этот день, было очень жарко. Я, к сожалению, не взяла с собой зонтик, как это делают другие китайцы. Мы вот укрываемся от дождя с помощью зонтика, а здесь люди спасаются от солнца. Я укрывалась чем только было можно, например, здесь накинула ветровку. Всем были различные выступления, танцы, песни. А и российский цвет. Вайт «Правда» Из酒, из ch sticks. В общем, друзья, к счастью для меня, это все закончилось наконец-то. В общем, к счастью, потому что было безумно жарко, мы сидели на самом солнце, и это было просто невозможно. Ну, слава богу, все было недолго, дали нам подарочки. Сейчас очень хочу есть, буду в столовую, и потом посмотрю, что здесь еще интересного нам происходит, потому что когда я заходила, на входе была типа ярмарка какой-то, были какие-то палатки. Вот, поэтому посмотрим, погуляем. Ну, я пришла в одну из своих любимых столовок, так сказать. Поем сегодня снова здесь. Подробнее покажу, что тут есть. Кукурузу с какими-то костями. Вот. Лапша, кстати, с мясом. Ну, не знаю, с каким. Вот я куриные лапки, мои любимые. Снова какое-то, то ли, мясо, то ли что, непонятно. Какие-то шашлычки. Вот эту вот я чаще беру, беру просто курицу, вот эту, и рис, и какой-нибудь фруктик. Кстати, арбузики очень сладкие. Вот этот вот мне очень понравился, какой-то безвкусный фрукт. Вот. Ну, в общем, как-то так. Ну, вот здесь вы можете набрать сколько угодно риса, какой-то суп. Ну, и, в общем-то, приборы для того, чтобы есть палочки и ложечки. Вот такой завтрак и обед у меня вышел на 5 юаней вроде. Риса, опять-таки, повторюсь, можно брать сколько угодно. То есть 5 юаней это вот курица и 3 кусочка арбуза. Сами считайте, сколько это получается. Множить можно на 14. Решила сегодня съесть 2-3. Людей сейчас немного. Вообще здесь дофига народу, конечно, в обычное время, там, в обеде. Можно также съесть на улице. Ну, я уже сюда сидела сейчас на улице. То есть немножко обходиться внутри. Там, конкретно аппетит, если вы едите. Ой, друзья, поедите в столовке на 100 рублей. Меньше даже. И наесться. Это, конечно, мое одно из любимых удовольствий здесь. Сейчас планируем погулять. Посмотреть, что там еще вообще есть на этом празднике. Потому что я просто вот этой всей церемонии сразу прибежала в столовую. Хочу посмотреть, если там что-то интересное. Опять же таки заснять. И нужно показать вам, что мне дали в подарок. Вот. У меня плюс еще один шокер, если что. Это что приятно. Это даже побольше. И тут должно быть как будто бы. Кстати, на территории университета, как я говорила, есть супермаркет всякий. Есть вот такой маленький. Затем есть побольше местечка, где можно и поесть, и купить поесть. Вот там находится мини-супермаркет. Вот здесь можно снять деньги, если это необходимо. На самом деле, очень здесь все удобно. Потому что на территории одного университета, одного кампуса можно и поесть купить, и постричь волосы, и айфон купить, и снять деньги. Это очень круто. Кстати, что, у китайцев не замерзли ручки на скутерах. У них здесь такие чехлы. Все здесь какие-то такие добрые. Не знаю, даже полицейские здесь, да. Всем что-то улыбаются, здороваются. Охранники находят, тоже очень милые. В метро вот эти вот люди, которые проверяют вещи. Тоже все говорят спасибо, здравствуйте. В общем, какая-то сказочная страна. Все здесь пока очень-очень хорошо. Надеюсь, дальше так и будет. На самом деле, интересно уже посмотреть, как проходят здесь занятия, учеба. Меня очень жду. Уже совсем-всем скоро, в понедельник, через один день у меня начнутся занятия. Надеюсь, мне тоже все понравится, все будет классно. В таком милом домике живут вот эти милые уточки. Я видела троих. Они очень любят выходить вот сюда гулять по вечерам. И их загоняют снова вот на эту территорию, где они должны жить. А это вообще мой самый любимый вид в университете. Вот на этот красивый корпус. Не знаю, кстати, что это за здание, что там находится. И вот этот вот водоемчик. Красота. Для нас здесь, как счастливая часть увеличка, Субтитры делал DimaTorzok Вот это тихое местечко, в котором сниму распаковку вот этого шопера. Во-первых, да, шопера намного больше. Они здесь все такие качественные, плотненькие. Прям, я думаю, буду пользоваться, носить там в магазин, на учебу, очень удобно. В этом шопере нам ждет водичка. Везде они получат такую воду. Затем, я так понимаю, это какая-то штучка для студенческой карты. Вот так она выглядит. Я думаю, тоже будет в целом удобно поместить сюда студенческую карту и вот эту штучку прицепить куда-нибудь, например, на косток или на ключи. Затем здесь лежала программка сегодняшних мероприятий. По времени написано, что, когда будет. И один из главных подарков это что-то типа ветровки. Такая вот ветровка. Название сегодняшнего праздника. Здесь есть капюшон на замочке. Здесь, например, даже есть кармашки. В общем, такой хороший подарок, полезный. И также, я так понимаю, это чехольчик для этой ветровки. Сейчас, по сути, ветровка должна поместиться вот в такой маленький мешочек. В общем, к подаркам на сегодня все. Очень приятно, что они вообще делают такие приятные сюрпризы на различные мероприятия. Сейчас тут все сажу обратно и пойду прогуляюсь по территории. Скорее всего, возможно, опять схожу в горы. Либо выйду за территорию вуза и прогуляюсь в этом районе. Потому что я здесь ходила всего лишь один раз и не все еще посмотрела. Попробую пройти в другую сторону. Может быть, там будет что-то интересное. В деревьях можно встретить единичные красные листики. Вот только они немного напоминают о том, что сейчас уже почти конец октября, на минуточку. Потому что с такой погодой, с пальмами, с солнцем, вообще нет ощущения, что сейчас не лето, а осень. На меня села огромная китайская стрекоза и умывается своими лапками. Я боюсь ее выгнать. Я боюсь, что она сейчас в лицо полетит. Все, я уже прибывала на свою станцию. Сейчас я поняла, что я хочу спать, не хочу гулять. Вот поэтому решила себя не заставлять. Сейчас отдохну дома. Если захочете вечером, то обязательно съезжу на это место. Как-то предупредить, куда ехать, переоденусь. Вот, сейчас взяла с собой еду, чтобы вечером мне уже никуда не выходить, не переживать. Сейчас я буду домой, полежу, посмотрю какой-нибудь сериальчик, шоу. Отдохну, может быть даже посплю. У меня сегодня больше никаких дел нет. Завтра, кстати, тоже. У меня последние дни перед учебой, когда я могу просто отдохнуть, ничего не делать, не учиться. Нужно провести эти дни с пользой и отдохнуть, еще успеть где-нибудь гулять. Тем более погода сегодня очень хорошая, поэтому надеюсь, что все-таки договорюсь с собой. И предупредляю. Кстати, интересный факт, который я здесь подметила. На улицах я встречаю очень маленькое количество мусоров. На моем пути встречается одна-две мусорки. Но, несмотря на этот факт, на улице ни бочков от сигарет не валяется, ни какого-то, в принципе, мусора. Редко, конечно, можно встретиться, но в целом здесь очень чисто. Наверное, убираются, следят за этим. Ну, конечно, мне кажется, любой человек будет волноваться, кто приедет. В общем, после возвращения домой меня просто вырубило. У меня была какая-то слабость, хотелось спать. Потом я решила себя не заставлять куда-то идти и просто отдохнула. Сейчас я поела, что была сегодня в столовой. Купила мандаринки. Они здесь такие интересные есть. И как бы зеленые, которые я почистила. Она вообще была прям зеленая. Но не сладкие. Вкусные. Сейчас я просто отдыхаю, смотрю YouTube и ем. Я уже, наверное, никуда не пойду. Может быть, выйду только прогуляться у себя на районе. В общем, сегодня уже ничего интересного, думаю, не будет. Посмотрим, что приготовят мне в следующий день. Если будет что-то интересное, обязательно буду снимать, показывать. Ну, пока что. Пока.